Слово третье, том первый. Притча о Лазаре немало пользы доставила нам, и богатым, и бедным. Одних, научив легко переносить бедность, а других, расположив, не надмиваться богатством. Самыми делами показав, что несчастнее всех тот, кто живет в роскоши и не уделяет никому из своего имущества. Поэтому и сегодня опять займемся тем же предметом. Так и те, которые работают в рудниках, продолжают копать там, где увидят много золотых жил, и отстают не прежде, как извлекши все, что открывается. Возвратимся же к тому месту, где мы недавно остановили речь, и оттуда начнем ее. Конечно, можно было в один день изъяснить вам всю эту притчу, но мы заботимся не о том, чтобы только сказать о многом и уйти, но чтобы вы тщательно, приняв ее, усвоив сказанное, получили от такой внимательности духовную пользу. Так, если чадолюбивая мать, намереваясь грудное дитя перевести на твердую пищу, станет вдруг вливать в ее уста много вина, то не получает никакого успеха. Потому что дитя извергнет вон то, что ему дается, и заливает у себя на груди рубашку. Но если мать станет вливать постепенно и понемногу, то дитя безвредно принимает данные. Посему, чтобы и вы не извергли преподанного, и не вдруг предложил вам чашу учения я, но разделил ее для вас на многие дни и дал вам в промежутке этих дней успокоиться от труда слушания, чтобы и то, что уже преподано, твердо укоренилось в уме вашем, возлюбленное, и то, что имеет быть сказано, вы приняли душою спокойно и бодрою. Для этого я часто за несколько дней наперед говорю вам содержание того, о чем будет сказано, чтобы вы в эти промежуточные дни, взяв Библию, прочитав весь отдел ее и узнав, что уже сказано и что еще осталось, сделали свой ум более способным к слушанию того, о чем будет сказано после. Я всегда внушаю и не перестану внушать, чтобы вы не только здесь внимали тому, что говорится, но и дома постоянно занимались чтением божественных писаний. Это я всегда внушал и тем, которые частным образом бывают вместе со мною. Никто пусть не говорит мне этих холодных и достойных всякого осуждения слов. Я привязан к судилищу, занимаюсь делами общественными, упражняюсь в ремесле, имею жену, воспитываю детей, управляю домом. Я человек мирской. Не мое дело читать писания, но тех, которые отказались от мира, поселились на вершинах гор и ведут такую жизнь постоянно. Что говоришь ты, человек? Будто не твое дело заниматься писаниями, вследствие того, что ты развлекаешься бесчисленными заботами. Нет, это твое дело больше, нежели их, потому что они не столько имеют нужды в помощи божественных писаний, сколько обращающиеся среди множества дел. Монахи, удалившись от торжища и от смятения торжища, устроив кельи в пустыне и не имея ни с кем никакого общения, но любомудрствуя беспрепятственно своей мирной тишине, как бы сидя в пристани, наслаждается великой безопасностью. А мы, волнующиеся, как бы среди моря и впадающие во множество грехов, всегда нуждаемся в постоянном и непрерывном утешении от писания. Те сидят вдали от борьбы, отчего и немного получают ран, а ты постоянно находишься в боевом строе и получаешь непрерывные удары, поэтому и больше нуждаешься во врачествах. И жена раздражает тебя, и сына горчает, и слуга приводит в гнев, и враг строит козни, и друг завидует, и сосед клевещет, и сослуживец подставляет ногу, нередко и судья угрожает, и бедность опечаливает, и небрежность домочадцев заставляет плакать, и счастье надмевает, и несчастье повергает в уныние. И со всех сторон окружают нас многие случаи и поводы, то к гневу, то к заботам, то к унынию и печали, то к тщеславию и гордости, и отовсюду несутся бесчисленные стрелы. Посему нам постоянно нужно всеоружие писаний. Познавай, говорит Премудрый, что ходишь посреди сетей, и по стене города ходишь, по зубцам стены, И похоти плотские сильнее восстают на обращающихся среди людей, ибо и благообразное лицо, и красивое тело поражают нас через глаза, и постыдное слово, вошедшее через слух, возмущает нашу мысль, а часто и песни, искусно пропетые, нарушают доброе настроение души. Но что я говорю об этом? То, что кажется ничтожнее всего этого, именно запах благовоний, навеянный какой-нибудь на пути распутными женщинами как-нибудь, но по простой случайности увлекает человека в свой плен. И многое из подобных обстоятельств, которые осаждают нашу душу. Почему нам нужны божественные врачевства, чтобы мы могли врачевать раны, уже полученные, и предотвращать еще не полученные, но угрожающие, издали обессиливая, и отражая дьявольские стрелы постоянным чтением божественных писаний. Ибо невозможно, невозможно спастись никому, кто не упражняется постоянно в духовном чтении. Но и то еще хорошо, если мы, пользуясь непрестанно этим врачевством, успеем спастись когда-нибудь. Если же, получая каждый день раны, мы не будем пользоваться никаким врачевством, то какая нам надежда на спасение? Не видишь ли, как медных, золотых и серебряных дел мастера или занимающиеся каким бы то ни было ремеслом берегут в целости все орудия своего ремесла, и хотя бы принуждал голод или угнетала бедность, лучше решается потерпеть все, нежели продать для своего пропитания какое-нибудь из орудий своего ремесла. Многие часто решали скорее войти в долги, чтобы прокормить дом и детей, нежели продать даже малейшие из орудий своего ремесла. И весьма справедливо. Они знают, что когда проданы будут орудия, то все мастерство будет для них бесполезно и уничтожится всякая возможность благоприобретения. А когда орудия целы, то упражняясь постоянно в своем ремесле, они могут со временем уплатить сделанные займы. Если же поспешат продать их другим, то уже не будут в состоянии найти где-нибудь облегчение своей нищеты и голода. Так и мы должны настроить себя. Как для них орудиями ремесла служат молот, наковальня и клещи, так и для нас орудиями нашего искусства служат апостольские и пророческие книги, и все писание богодохновенное и полезное. И как они теми орудиями обделывают всякие сосуды, за какие не возьмутся, так и мы этими и пособиями устрояем душу нашу, исправляем расстроившуюся, обновляем обветшавшую. Притом они показывают свое искусство не более как в устройстве внешнего вида вещей, ибо не могут изменить вещества сосудов, не сделать серебра золотом, но только изменяют формы их. А ты не так. Ты можешь сделать больше их, взяв деревянный сосуд, можешь когда-нибудь сделать его золотым. Свидетель этому Павел, который говорит так. А в Большом доме есть не только сосуды золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в чести, а другие не в чести. Если кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным, благопотребным владыке на всякое доброе дело приготовленным. Итак, не будем пренебрегать приобретением священных книг, чтобы нам не получить смертельных ран. Не будем зарывать золото в землю, настанем собирать себе сокровища духовных книг. Золото, когда умножается, тогда особенно и вредит приобретшим его. А эти книги приносят великую пользу имеющим их у себя. Как хранящееся где-нибудь царское оружие, хотя бы никто не пользовался ими, доставляет великую защиту живущим в том месте, потому что ни разбойники, ни подкапыватели стен, ни другие какие-либо злодеи не осмеливаются напасть на этот дом. Так, где есть духовные книги, оттуда прогоняется всякая сила дьявольская. И живущим там бывает великое назидание в добродетели. Даже один вид таких книг делает нас более воздержанными от греха. Если мы и дерзнем на что-нибудь запрещенное, и сделаем себя нечистыми, то, возвратившись домой и взглянув на эти книги, мы более осуждаем себя в совести и делаемся менее склонными к повторению тех же грехов. А если, напротив, будем жить благочестиво, то получим оттуда еще большую пользу. Как только кто касается Евангелия, то тот сейчас благоустрояет ум свой, и при одном только взгляде на него отрешается от всего житейского. Если же присоединится и внимательное чтение, то душа, как бы вступая в таинственное святилище, очищается и делается лучшую, так как с нею беседует Бог через эти писания. А что скажут, если мы не понимаем содержащегося в них? Даже если ты и не понимаешь содержащегося в них, от самого чтения бывает великое освящение. Впрочем, невозможно, чтобы ты одинаково не понимал всего. Благодать духа для того именно и устроила, что эти книги сложили мытари, рыбаки, делатели палаток, пастыри, овец и коз, люди простые и неученые, чтобы никто из простых людей не мог прибегать к такой отговорке, чтобы всем было удобно понятно то, что говорится, чтобы и ремесленник, и слуга, и вдова, и женщина, и необразованнейшие из всех людей получали пользу и назидание от слушания. Ибо не для суетной славы, как внешние мудрецы, но для спасения слушателей сложили все это те, которым вначале удостоились благодати духа. Восемьсот три. Внешние философы и риторы, и писатели, искавшие не общей пользы, но имевшие в виду только возбудить удивление к самим себе, если и говорили что-нибудь полезное, прикрывали это как бы каким мраком, обычной неясностью. Но апостолы и пророки делали все напротив. Они преподали учение ясное и понятное для всех, как общие учители вселенной, чтобы каждый сам собой при одном чтении мог понять сказанное. Предвозвещая это, и пророк говорил, «Все будут научены Богом, и не будет каждый учить ближнего, говоря «Познай Господа, ибо все познают меня от малого даже до великого». И Павел говорит «И я, придя к вам, братья, пришел не в превосходстве слова или премудрости, возвещая вам свидетельство Божие, и еще «Слово мое и проповедь моя, не в убедительной человеческой премудрости и в словах, но в явлении духа и силы». И еще «Премудрость же проповедуем не века сего, не князей века сего приходящих». А для кого не ясно все, что заключается в Евангелиях? Для кого? Кто слыша, что блаженны кроткие, блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем, и подобное этому будет нуждаться в учителе, чтобы сколько-нибудь понять сказанное? А обстоятельства знамений, чудес, исторических повествований не всякому ли понятно и ясно? Вышесказанное есть только предлог, отговорка и прикрытие лености. Ты не понимаешь того, что содержится. Но как и понять тебе, когда ты не хочешь даже просто взглянуть в книгу? Возьми в руки книгу, прочитай всю историю, понятное удержи в памяти, а неясное непонятное прочитай несколько раз. Если же и при частом чтении не состоянии будешь понять того, о чем говорится, ступай к мудрейшему, поди к учителю, снесись с ним осказанном, покажи великое усердие, и Бог, видя, что ты употребляешь такое старание, не презрит твоей неусыпной заботливости. Если человек не изъяснит тебе искомого, то он сам несомненно откроет. Вспомни объемности царицы Этиопской, который был иноплеменником и занят множеством забот, отовсюду окружен многими делами, хотя не понимал того, что читал, однако читал, сидя на колеснице. Если же он на пути показал такое усердие, то представь, каков он был, находясь дома. Если во время путешествия он не хотел оставаться без чтения, то тем более сидя в доме. Если не понимая читаемого, он не оставлял чтения, то тем более после того, как стал понимать. А что он не понимал читаемого, об этом послушай, что говорит ему Филипп. Разумеешь ли, что читаешь? Он же, услышав это, не покраснел, не устыдился, но признался в своем неведении и сказал, как могу уразуметь, если кто не наставит меня? Так как он, еще не имея руководителя, читал столь усердно, то за это скоро получил и руководители. Бог увидел его ревность, принял усердие и скоро послал ему учителя. Но ныне нет Филиппа, зато есть дух, подвигнувший Филиппа. Не будем же, возлюбленные, пренебрегать своим спасением. Все это написано для нас, на учение нам, достигших последних веков. Великая защита от грехов – чтение Писаний, а незнание Писаний – великая стремнина и глубокая пропасть, великая потеря для спасения – не знать ничего из божественных постановлений. Это незнание породило ереси, оно привело и к развратной жизни, оно перевернуло все вверх дном. Ибо невозможно, невозможно, чтобы без плода остался тот, кто постоянно с усердием занимается чтением Писаний. Вот одна притча, сколько пользы принесла нам, сколько улучшила нашу душу. Я хорошо знаю, что многие ушли отсюда, получив довольно пользу от слушания. Если же есть такие, которые не столько собрали плодов, однако и они, по крайней мере, в тот день, когда слушали, конечно, были лучше. Немаловажное дело и один день провести в сокрушении о грехах, устремить взор к Вышнему Любомудрию и дать душе хотя немного успокоиться от житейских попечений. А если мы будем делать это при каждом собрании и непопустительно, то такая непрерывность слушания произведет в нас великое и отличное благо. 805. Теперь я сообщу вам и последующее обстоятельство притчи. Что же следует? Когда богатый сказал, пошли Лазаре, чтобы мочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, послушаем, что говорит Авраам. Чадо, вспомни, что ты получил доброе твое в жизни твоей, а Лазарь, злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами расположена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к нам не могут и отсюда к вам не переходят. Тяжкие эти слова и много содержат в себе прискорбного для нас, зная это и я. Но чем сильнее они действуют на совесть, тем больше приносят пользу душе испытывающих это действие. Если бы это там сказано было нам, как и богачу, то поистине надлежало бы плакать, скорбеть и сетовать о том, что нам уже не осталось времени на покаяние. Но так как мы слышим это здесь, где возможно и покаяться, и омыть грехи, и приобресть великое дерзновение, и справиться, убоявшись несчастья, случившегося с другими, то будем благодарить человека, любивого Бога, наказанием других, избавляющего нас от беспечности и пробуждающего нас от сна. Для того и сказано это наперед, чтобы нам не потерпеть того же. Если бы Бог хотел наказать нас, то не сказал бы этого наперед. Но так как Он не хочет подвергнуть нас мучению, то наперед говорит об Нем, чтобы мы, вразумившись этим предостережением, не испытали мучения на самом деле. Но почему не сказал Авраам, ты получил доброе Твое, а восприял? Вы, конечно, помните сказанное мною, что здесь открывается вам великая и неизмеримая бездна мыслей. Словом восприял показывается и раскрывается некоторый долг. Ибо воспринимает должное. Если же этот богач был нечестив и преступен, и жесток, и бесчеловечен, то почему Авраам не сказал ему принял благое Твое, а восприял, как бы по праву принадлежащее ему и должное? Чему научаемся мы отсюда? Тому, что хотя некоторые и нечестивые дошли до крайности во зле, но иногда и они делали хотя одно или два или три добрых дела. А что я говорю, это теперь не по догадке, видно и следующего. Кто был преступней, бесчеловечней, нечестивей, неправедного того судьи, который ни Бога не боялся, ни людей не стыдился? Но, живя в таком нечестии, он сделал нечто доброе. Он жалился над вдовою, которая постоянно беспокоила его, преклонился на милость, исполнил просьбу ее и наказал тех, которые обижали ее. Так бывает, что иной невоздержан, но иногда милостив, или бесчеловечен, но целомудрен. Если же и невоздержан, и жесток, однако же сделал когда-нибудь в жизни, хотя одно доброе дело, то же, наоборот, надо думать и о людях добрых. Как самые нечестивые иногда делают что-нибудь доброе, так и честные и добродетельные нередко в чем-нибудь погрешают. Ибо кто похвалится, говорит премудрый, что очистил сердце свое? Кто дерзнет сказать, что он чист? Притча 29. Посему, так как, вероятно, что и богач, хотя дошел до крайнего нечести, делал что-нибудь доброе, и лазарь, хотя достиг верха добродетели, погрешал в чем-нибудь неважном, то посмотри, как на то и другое указал патриарх словами «Восприял доброе твое, а лазарь злое». Смысл слов такой. Если ты сделал что-нибудь доброе, и тебе за это следовала награда, то ты все же восприял в том мире, живя в веселье и в богатстве, наслаждаясь великим благоденствием и благополучием. И лазарь, если сделал что-нибудь худое, то восприял все, пострадав от бедности, голода и крайних бедствий. И каждый из вас пришел сюда обнаженным, он от грехов, а ты от дел правды, посему здесь он имеет чистое утешение, а ты терпишь безотрадную муку. Подлинно, если добрые дела наши малочисленны и незначительны, а грехов великое невыразимое бремя, и при этом еще мы будем здесь наслаждаться благополучием и не потерпим никакого бедствия, то отойдем отсюда совершенно обнаженными и отчужденными от награды за добрые дела, как уже восприявшие все здесь, равно как и если наши добродетели велики и многочисленны, а грехи малочисленны и незначительны, между тем мы потерпим какое-либо бедствие, то сложив с себя здесь и эти немногие грехи, мы там получим чистое и совершенное воздаяние за добрые дела. И так, когда ты увидишь, что кто-либо, провождая жизнь в нечестии, не терпит здесь никакого бедствия, не ублажай его, но плачь и сожалей о нем, как о человеке, который там подвергнется всем бедствиям, как и этот богач. Напротив, когда увидишь, что кто-либо печется о добродетели и терпит бесчисленные искушения, ублажи его и подражай ему, потому что ему и здесь разрешаются все грехи, и там уготовляются многие награды за терпение, как было и с этим лазарем. Из людей одни наказываются только здесь, а другие здесь не терпят никакого бедствия, но все наказание получают там, иные же наказываются и здесь, и там. Которых же из них трех разрядов людей вы ублажаете, зная, что первых, которые здесь наказываются и слагают с себя грехи, а после них, которых ставите вторыми, вы, может быть, тех, которые здесь ничего не терпят, но все наказание получают там, а я не этих, но тех, которые наказываются и здесь, и там, потому что кто здесь понес наказание, тот легчайшему подвергнется наказанию там, а кто должен там понести все наказание, тот подвергнется непременному осуждению, подобно как и этот богач, не получив здесь никакого разрешения от своих грехов, там наказан так жестоко, что не мог получить и малой капли воды. Но и из этих грешников, которые не терпят здесь никакого бедствия, более несчастными я считаю тех, которые, кроме того, что не наказываются здесь, наслаждаются еще весельем и счастьем. Как то, что грешники не несут наказание за грехи здесь, приготовляет им тягчайшее наказание там, так то, что они еще наслаждаются благополучием, весельем и богатством, бывая для них поводом и причиной большего наказания и мучения там. Когда мы, несмотря на грехи наши, пользуемся милостью от Бога, то это самое наиболее может вернуть нас в сильнейший огонь. Если испытывающий на себе только долготерпение Божие, но не воспользовавшийся им, как должно, подвергнется тягчайшему наказанию, то кто избавит его от такого наказания, если он при долготерпении будет получать еще величайшие милости, несмотря на это, пребудет в нечестии, а что пользующийся здесь долготерпением Божиим собирает себе полное наказание там, если не покаются, об этом послушай, что говорит Павел. Помышляешь ли сие, о человек, судя других и делая тоже, избежишь ли ты суда Божия, или не родишь о богатстве, благости, его кротости и долготерпения, не зная, что благость Божия ведет тебя к покаянию, но по жестокосердию твоему и нераскаянному сердцу собираешь в себе гнев на день гнева и откровения праведного суда Божия. Итак, когда мы увидим, что некоторые обладают богатством, живут в роскоши, намощаются благовониями, проводят дни в пьянстве, пользуются великой властью и славой, великим блеском и знатностью, и, несмотря на грехи свои, не терпят никакого бедствия, то будем плакать и сожалеть о них, особенно по тому самому, что они, согрешая, не наказываются. Как видя кого-нибудь одержимым водяной болезнью или расстройством печени или страждущим какой-либо заразою и со всех сторон множеством ран и при всем том предающимся пьянству и веселью и таким образом усиливающим свою болезнь, ты не только не удивляешься ему, не считаешь его счастливым от веселья, но по этому самому особенной называешь его несчастным, так рассуждая о душе. Когда ты увидишь, что человек живет в несчастье и однако наслаждается великим благоденствием и не терпит никакого бедствия, то потому более и пожалей его, что он, подвергшись болезни и самой тяжкой заразе, усиливает болезнь от веселья и неумеренности, делаясь худшим, ибо не наказание есть зло, но грех. Он удаляет нас от Бога, а наказание приводит к Богу и прекращает гнев его. Откуда это видно? Послушай пророка, который говорит, утешайте, утешайте людей моих священников, говорите к сердцу Иерусалима, ибо восприяли от руки Господней сугубо за грехи свои. Исайя 41. И еще, Господи Божий наш, мир дай нам, ибо Ты воздал нам, а чтобы вам убедиться, что одни наказываются здесь, другие там, а иные и здесь, и там. Об этом послушайте, что говорит Павел, обличая тех, которые недостойны, приобщаются таинством. Сказав, что идущий, пьющий недостойно тело и кровь Господа, повинен будет против тела и крови Христовой, Он тотчас присовокупил. Посему многие из вас больны, немощны, и многие умирают. Если бы мы судили себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы от Господа, наказываемся, чтобы не быть осужденными с миром. Видишь ли, как здешнее наказание избавляет нас от тамошнего мучения. И о прелюбодеи Он говорит, предайте такого сатане во измождение плоти, чтобы дух спасен был в день Господа нашего Иисуса Христа. И из примера Лазаря видно, что если он сделал что-либо худое, то омыл это здесь, и таким образом отошел туда чистым. Тоже видно и из примера расслабленного, который был одержим недугом 38 лет. Продолжительностью болезни загладил грехи. А что он так страдал за грехи, об этом послушай, что говорит Христос. Вот ты здоров, не греши более, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Из всего этого видно, что некоторые здесь наказываются и освобождаются от грехов. 808. А что некоторые наказываются и здесь, и там, если здесь не получат наказание соответствующего тяжести грехов. Об этом послушай, что говорит Христос, касаясь садомлян, сказав, что если кто не примет вас, отрясите прах от ног ваших, он присовокупил. Отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день судны, нежели городу тому. Словом, отраднее, он показал, что и садомляне будут наказаны, но легче, потому что и здесь уже потерпели наказание. А что есть такие, которые не потерпев здесь никакого бедствия, там понесут все наказание. Это показал нам упомянутый богач, претерпевающий там неослабную казнь и не получающий немалой отрады, потому что там ожидало его все наказание. Посему, как из грешников те, которые здесь не терпят никакого бедствия, большему наказанию подвергнутся там, так и из праведников. Те, которые здесь терпят много бедствий, большую честь получат там. И как из двух грешников, из которых один здесь наказан, а другой не наказан, наказанное блажение ненаказанного. Так и из двух праведников, из которых здесь один потерпит больше, а другой меньше скорби. Блажение претерпевшее большее, потому что Господь каждому воздаст по делам его. Что же? Неужели, скажет, нет ни одного такого, который бы и здесь, и там наслаждался спокойствием? Трудно этот человек, и даже невозможно. Невозможно, поистине невозможно тому, кто живет здесь в нерадении и беспечности, постоянно наслаждается всем и проводит жизнь тщетно и напрасно, удостоится чести там. Если его не мучит бедность, то мучит похоть, и он предается ей, а в этом немалый труд. Если не беспокоит болезнь, то разжигает гнев, а победа над гневом сопряжена с немалым огорчением. Если не нападает искушение, то непрестанно восстают лукавые помыслы. Нелегко обуздать порочную похоть, укротить тщеславие, смирить гордость, отстать от веселья, вести строгую жизнь. А кто этого и тому подобного не делает, тому невозможно спастись. А что живущие в веселье не спасутся, то послушай, что говорит Павел о вдовице. Сластолюбивая заживо умерла. Если же это сказано о жене, то тем более о муже. И что ведущему роскошную жизнь невозможно достигнуть небес. Это объяснил и Христос, сказав так. Узкие врата и тесный путь, ведущие в жизнь. И мало тех, кто находит его. Как же, скажет он, говорит, иго, мое благо и бремя, мое легкое. Если путь тесен и прискорбен, то как он еще называет его удобным и легким? То по свойству искушений, а это по произволению идущих. Ибо и невыносимое по свойству своему может сделаться легким, если мы примемся за него с охотою. Так и апостолы, потерпев побои, возвращались с радостью о том, что удостоились принять бесчестие за имя Господне. Хотя мучение по свойству своему обыкновенно причиняет боль и скорбь, но произволение потерпевших побои победило самую природу вещей. Посему и Павел говорит, все, хотящие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Так что, если не преследует их человек, то враждует против них дьявол. И нужно нам много любомудрее и великого терпения, чтобы бдеть и бодрствовать в молитвах, чтобы не желать чужого, чтобы раздавать имения нуждающимся, чтобы решительно отказаться от всякой роскоши, как в одежде, так и в трапезе, чтобы избегать любостяжания, пьянства, злословия, чтобы воздерживать язык и не кричать бесчинно, как говорит апостол. Всякий крик, злоречие, ярость, гнев, хуление не должны даже именоваться у вас, чтобы не сквернословить, чтобы не произносить шуточных слов. А немало и труд соблюдать это с точностью, чтобы понять тебе, как трудно любомудрствовать и как несовместен с этим делом покой. Послушай, что говорит Павел. Я усмиряю и порабощаю тело мое Этими словами он указал на то принуждение и великий труд, какие необходимо употреблять желающим сделать тело свое благопокорным во всем. И Христос говорил ученикам, в мире будете иметь скорби, но мужайтесь, я победил мир. Это скорбь, говорит он, доставит вам покой. Настоящая жизнь есть место борьбы, а на месте борьбы и среди подвигов не может наслаждаться покоем тот, кто хочет быть увенчанным. И так, если кто хочет быть увенчанным, тот пусть изберет жизнь суровую и трудную, чтобы потрудившись здесь немного времени насладиться там вечной почестью. 810. Сколько огорчений встречается каждый день! Какова же должна быть душа, чтобы не роптать и не унывать, но благодарить, прославлять и почитать поклонением того, кто попускает такие искушения? Сколько неожиданностей, сколько стеснительных обстоятельств! Между тем, надо бы наподавлять лукавые помыслы и не позволять языку произносить что-нибудь неуместное, как и блаженный Иов, претерпевая бесчисленные скорби, не переставая ублагодарить Бога. А есть такие, которые, если потерпят в чем-нибудь неудачу, или услышат злословие от кого-либо, или подвергнутся болезни, например, ног или головы, или какой-нибудь другой, тот сейчас начинает богохульствовать, и таким образом тяжесть болезни несут, а пользы от ней лишаются. Что делаешь ты, человек, произнося хулу на своего благодетеля, спасителя, заступника и промыслителя? Или не чувствуешь, что ты несешься в пропасти, извергаешь себя в бездну крайней погибели? Неужели ты облегчишь свое страдание, если будешь богохульствовать? Нет. Ты только увеличиваешь его и делаешь свое мучение более тяжким. Для того дьяволы наводят бесчисленные бедствия, чтобы не зринуть тебя в эту бездну. Если видеть, что ты богохульствуешь, то немедленно умножает и усиливает горести, чтобы мучимый ими тебя опять возроптал. А если видеть, что ты переносишь мужественно, и тем более усиливается страдание, тем более благодаришь Бога, то он тотчас отступает, как уже нападающий тщетно и напрасно. Как пес, стоя у стола и видя, что человек, кушающий пищу, часто бросает ему что-нибудь из лежащего на столе, остается тут безотлучно. Если же постоявший раз и два раза не получит ничего, то отходит прочь, как пристававший тщетно и напрасно. Так и дьявол постоянно стоит перед нами с открытой пастью. Если бросишь ему, как псу, богохульное слово, то он, схватив его, опять приступит. Если же будешь всегда благодарить Бога, то уморешь его голодом и скоро отгонишь и заставишь отбежать. Но ты не можешь молчать, страдая от горести, и я не запрещаю тебе говорить. Но вместо хулы благодарение, вместо ропота благословение. Исповедуйся Господу, громко восклицай, молись, громко восклицай, прославляя Бога. От этого у тебя и страдания облегчатся, так как дьявол отбежит вследствие благодарения, а помощь Божия приблизится. Если ты будешь богохульствовать, то и помощь Божия отстранишь, и дьявола усилишь против тебя, и себя подвергнешь большим страданиям. Если же будешь благодарить, то и козни лукавого демона отразишь, и привлечешь к себе помощь Бога-промыслителя. Часто язык по привычке порывается произнести худое слово. Но когда он будет порываться, то прежде, нежели он произнесет такое слово, прикуси его крепко зубами. Лучше ему теперь истечь кровью, нежели тогда почувствовать нужду в капле воды, не получить этого утешения. Лучше ему потерпеть временную боль, нежели тогда подвергнуться наказанию вечным мучениям, подобно как язык того богача, опаляемый огнем, не получил никакой прохлады. Бог заповедал тебе любить твоих врагов, а ты отвращаешься и от любящего тебя Бога. Заповедал провозносить поносящих, благословлять клянущих, а ты злословишь благодетеля и покровителя, не потерпев ничего худого. Разве он не мог отвратить искушение? Но он попустил для того, чтобы ты сделался опытнее. Но вот, говоришь ты, я падаю и гибну, не от свойства искушения, а от собственной своей беспечности. Что легче, скажи мне, хура или благодарение? Та не делает ли слышащих ее врагами тебе неприятелями, не вергает ли в уныние, и не причиняет ли потом великой скорби? А это не доставляет ли тебе бесчисленных венцов за любомудрие, бесчисленных знаков, удивлений от всех и великих наград от Бога? Почему же ты, оставляя полезное, удобное и приятное, вместо этого гонишься за тем, что вредит, печалит и мучит? Кроме того, если бы причиной богохульства была тяжесть искушения и бедности, то всем бедным надлежало бы богохульствовать. А между тем, многие из живущих в крайней бедности постоянно благодарят Бога, а другие, наслаждаясь богатством и весельем, не перестают богохульствовать. Таким образом, не существо вещей, а наше произволение бывает виной того и другого. Для того я и прочитал эту притчу, чтобы ты знал, что беспечному не поможет и богатство, а внимательному и бедность не может повредить. Что я говорю? Бедность. Если совокупятся даже все бедствия человеческие, то и они не возмутят души боголюбивого и любомудрого и не принудят оставить добродетель, свидетель этому лазарь. Равно как нерадивому и изнеженному никогда не могут принести пользу ни богатства, ни здоровья, ни постоянное благоденствие, ни что-либо другое. 812, том 1. Итак, не будем говорить, что бедность и болезнь и нападение опасности принуждает богохульствовать. Не бедность, а безумие. Не болезнь, а небрежность. Не нападение опасности, а скудость благочестия доводит невнимательных и до богохульства, и до всякого зла. Ну почему, скажешь, одни наказываются здесь, другие там, а не все здесь? Почему? Потому что если бы так было, мы все погибли бы, так как все мы подлежим наказанию. С другой стороны, если бы никто не наказывался здесь, очень многие сделали бы еще небрежнее, а многие сказали бы, что нет и проведения. Ибо если и теперь так многие богохульствуют, хотя и верят, что многие из порочных наказываются, то чего они не сказали бы, и если бы и этого не было, до какого зла не дошли бы тогда? Посему Бог одних здесь наказывает, а других не наказывает. Наказывает некоторых, отсекая их грехи и облегчая для них тамошние наказания, или совершенно освобождая их от него, и наказанием их вразумляя живущих в нечестии. А других, напротив, не наказывает, чтобы они, если будут внимательны к самим себе, покаявшись и устыдившись долготерпения Божия, избавились и от здешнего наказания, и от тамошнего мучения. А если пребудут в нечестии, не вразумляясь долготерпением Божиим, то подверглись бы большему наказанию за свою крайнюю небрежность. Если же кто из считающих себя сведущими станет говорить, что наказываемые терпят несправедливость, потому что они могли бы покаяться, то мы скажем, что если бы Бог предвидел их раскаяние, то и не наказал бы их. Если он терпит тех, о которых знает, что они останутся неисправимыми, то тем более тех, о которых бы знал, что они употребят во благо его долготерпения, пощадил бы в настоящей жизни, чтобы они отсрочкой времени воспользовались для покаяния. Между тем, поражая их ранее, он и для них облегчает тамошние наказания, и других вразумляет их наказаниями. А для чего он это делает не со всеми грешниками? Для того, чтобы остающиеся в живых вразумились страхом и наказаниями других, и восхвалив долготерпение Божие и устыдившись его снисхождения, оставили нечестие. Но они, скажешь, ничего такого не делают. В этом уже виновен не Бог, а беспечность тех, которые не захотели воспользоваться такими пособиями к своему спасению. А чтобы тебе увериться, что для этого он так поступает, послушай, смешал некогда Пилат кровь галилеян с кровью жертв, о чем некоторые пришедшие возвестили Христу. Он же сказал им, не думаете ли, что сии галилеяне были грешнее всех? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете. Еще другие восемнадцать погибли под развалинами некоторой башни, и о них он сказал тоже. Словами, не думаете ли, что они грешнее всех? Нет, говорю вам. Он выразил, что и оставшиеся в живых подлежали тому же, а словами, если не покаетесь, то все также погибнете. Показал, что и тем Бог попустил пострадать для того, чтобы оставшиеся в живых, устрашившись случившегося с другими и покаявшись, соделались наследниками царствия. Что же, скажешь, другой наказывается для того, чтобы я сделался лучше? Не для этого он наказывается, а за свой грех. Но, кроме того, для внимательных он становится средством ко спасению, страхом случившегося с ним, делая их более исправными. Так поступают и господа. Часо наказав одного слугу, они страхом делают других более благоразумными. Итак, когда увидишь, что некоторые или погибли при кораблекрушении, или задавлены зданием, или истреблены пожаром, или потонули в реке, или другим каким-нибудь насильственным образом окончили жизнь, между тем, как другие, грешившие подобно им или еще хуже, ничего такого не потерпели, не смущайся и не говори, почему согрешившие одинаково не пострадали одинаково, но рассуждай так, что Бог одному попустил быть убитым и задавленным, чтобы облегчить ему тамошние наказания, или совсем освободить от него, а другому не попустил потерпеть ничего такого, чтобы он, вразумившись наказанием первого, сделался благонравнее. Если же он будет оставаться в тех же грехах, то по собственной своей беспечности навлечет на себя неизменное наказание, и Бог не будет виной этого невыносимого мучения. Опять, если увидишь, что праведник скорбит или терпит все вышесказанное, не падай духом. Эти бедствия служат ему в получении светлейших венцов, и вообще всякое наказание, если оно постигнет грешников, облегчает тяжесть грехов, а если праведников, то делает душу их более светлою, и для тех и других бывает величайшая польза от скорби, только бы мы переносили ее с благодарностью, ибо это и требуется от нас. 814. Для того история Божественного Писания наполнена множеством таких примеров и представляет нам злостраждущими и праведных и порочных, чтобы праведник ли кто или грешник, имея такие примеры, переносил несчастье великодушно. Но она представляет тебе грешников, не только страждущих, но и благоденствующих, для того, чтобы ты не возмущался их счастьем, узнав из случившегося с этим богачом, какой после ожидает их огонь, если они не исправятся. И так нельзя, скажешь, и здесь и там наслаждаться покоем. Нельзя. Поэтому праведники проводили здесь многотрудную жизнь. Что же скажешь, Авраам? Но кто потерпел столько бедствий? Не оставил ли он отечество? Не отделился ли от всех сродников? Не терпел ли голода в чужой земле? Не переходил ли постоянно, как скитались, из Вавилона в Месопотаме и отсюда в Палестину, оттуда в Египет? Что сказать о борьбах его за жену, о битвах с варварами, о плене родственного ему семейства, о других бесчисленных неприятностях? Когда же он получил сына, то не тягчайшую ли претерпел скорбь, услышав повеление закладь собственными руками своего вожделенного и возлюбленного? А обреченный на заклание Исаак не постоянно ли был гоним отовсюду соседями? Не был ли лишен жены, как и отец? И не оставался ли столько времени бездетным? А Яков, воспитанный дома, не потерпел ли бедствий еще более жестоких, нежели дед его? Но чтобы нам, перечисляя все, не сделать слово продолжительным, послушай, что говорит он о своей всей жизни. Малые злые были дни жития моего, не достигли до дней лет жития отца моего. Кто, увидев своего сына, сидящим на царском престоле и пользующимся столь великой славою, не забыл бы прошедших несчастье. Но он так был сокрушен скорбью, что и при таком счастье не забывал прежних бедствий. А что, Давид, какие он испытал печали, не тоже ли, что Иаков? И он выражает словами «Дней лет наших семь десять лет, а при большей крепости восемьдесят лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь». А что Иеремия? Не проклинает ли он и день своего рождения вследствие непрерывных бедствий? Иеремия двадцать десять. А что Моисей? Не говорил ли он в изнеможении «Убей меня?» Для чего это мне? Песная душа, заключившей небо после многих чудес? Не вопиял ли с плачем к Богу? «Возьми от меня душу мою Господи, я ничем не лучше отцов моих». Но для чего говорить о каждом из них? Павел о всех их вместе повествует так. Прошли они в милотях, в козьих кожах, терпя лишения, скорби, озлобления, те, которых и чистым. Совершенно необходимо вести жизнь неспокойную, приятную и беспечную, но прискорбную и исполненной многих трудов и подвигов, ибо никто, говорит апостол, не увенчивается, если будет незаконно подвязаться. И в другом месте говорит, всякий подвязающийся воздерживается от всего, и от слова, и от взгляда, и от звука постыдного, и от злословия, и от хуления, и от срамословия. Отсюда мы научаемся, что если и не постигнет нас искушение от вне, то мы сами должны каждый день упражнять себя постом, суровую жизнью, скудную пищею, простою трапезою, избегая роскоши во всем, ибо иначе нельзя угодить Богу. Никто не говори мне этих пустых слов, будто такой-то наслаждается и здешними, и тамошними благами. Это не может быть с людьми, живущими в богатстве, веселье и во грехах. Но если надо бы на это сказать, о поражаемых бедствиями и скорбями можно сказать, что они наслаждаются и здешними, и тамошними благами, тамошними получая награду, а здешними. питаясь надеждаю тех благ, и не чувствуя настоящих бедствий от ожидания будущих благ. Но выслушаем и то, что следует далее. И над всеми сиями, говорит Авраам, пропасть великая, утверждена между нами и вами, сверх всего того. Итак, справедливо сказал Давид, что брат не избавит брата и не даст Богу выкупа за него, ибо невозможно это, хотя бы то был брат, хотя бы отец, хотя бы сын. Посмотри, Авраам назвал богача чадом, но ничего отеческого оказать ему не мог. Богач назвал Авраама отцом, но отеческим благоволением каким Говорю это потому, что многие часто, когда мы убеждаем их быть внимательными к себе и бодрствовать, остаются беспечными, обращают увещание в смех и говорят «Ты заступишься за меня в тот день, и я ободряюсь и не боюсь». А другой говорит «У меня отец мученик, а иной, у меня дед епископ». Другие еще указывают на всех домашних своих, но все это пустые слова, ибо тогда не может принести нам пользы добродетель других. Вспомни о тех девах, которые не уделили елея пяти девам, сами они вошли в брачный чертог, а те остались за дверями. Великое благо иметь надежду спасения в собственных добрых делах, а никакой друг никогда не защитить там. Если и здесь, где от нас зависит перемена, Господь говорит Еремии, ты же не молись за людей сих, Еремия 7,16, то тем более там, что говоришь ты, у тебя отец мученик, это самое особенное может послужить большему твоему осуждению, когда ты, имея дома, дома примеры добродетели, окажешь себя недостойным добродетели предков, но ты имеешь доблестного и дивного друга, и он тебе не поможет тогда, как же говорит Христос, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы когда вы оскудеете, они приняли в вас вечные обители. Не дружба здесь является защитой, а милостыня. Если бы одна дружба защищала, то надлежало бы сказать просто приобретайте себе друзей. Между тем, желая показать, что не дружба одна защищает, неправедным. Может быть кто-нибудь скажет, я могу без мамоны приобрести себе друга и гораздо лучшего, нежели от мамоны. Но чтобы ты знал, что милостыня служит защитой для тебя от твоего собственного дела и твоя добродетель, для этого он повелел тебе полагаться не просто на дружество святых, но на дружество, приобретаемое через мамону. Итак, зная все это, возлюбленные, будем внимательны к самим себе, со всем тщанием наказываемся ли мы будем благодарить, наслаждаемся ли благоденствием будем беречь себя, и, вразумляясь бедствиями других, будем изъявлять благодарность покаянием и сокрушением и непрестанным исповеданием. Если мы предались какому-либо греху в настоящей жизни, то отвергнув его и с великим усердием очистив душу свою от всякой скверны, будем молить Бога, чтобы Он удостоил всех нас по отшествию отсюда прийти туда так, чтобы нам и не с богачом, а с Лазарем успокоиться в лоне патриарха и наслаждаться вечными благами, которых досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава во веки веков Аминь.